Нанесли ущерб на 80 миллионов гривен. Экс-депутатам, ОПЗЖ, Одесского облсовета объявили подозрение. НАБУ и САП разоблачили группу из шести участников, завладевшую имуществом ЧАО, украинское дунайское пароходство, на сумму более 80 миллионов гривен, ОПЭТом сообщает РБК Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро и службу безопасности Украины. По данным следствия, двое бывших депутатов Одесского Городского совета от запрещенной партии, ОПЗЖ, и экс-ачельщик судоходной компании в августе 2017 года организовали схему завладения лехтырами, разновидность баржи, РЭД, ЧАО, украинское дунайское пароходство. Из них планировали построить большие по размеру и емкости баржи и использовать в своих коммерческих целях, для реализации своей схемы они привлекли трех физических лиц и руководителя ЧАО, УДП. Он заключил договоры о передаче для фрахта 18 лихтеров стоимостью около 44,3 миллиона гривен с подконтрольной депутатом компании. Притом, когда у директора ЧАО истек срок трудового контракта, организаторы схемы ввели в заблуждение новое руководство и заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 миллиона гривен, после этого 32 лихтера были направлены в Турцию, где их разобрали и построили из них 12 барж большей емкости. После этого организаторы преступления отбуксировали их в Украину и оформили на подконтрольные компании. Среди участников преступления, двое бывших депутатов Одесского облсовета, организаторы, экскеровщик ЧАО, УДП, три физических лица, 25 января 2023 года НАБУ и САП совместно с СБУ сообщили о подозрении шестерым участникам организованной преступной группы. Напомним, РБК Украина писала о том, что Служба безопасности Украины в это время сообщила о подозрении генеральному директору российской корпорации, тактическое ракетное вооружение, Борису Абносову, способствующему вооруженной агрессии страны-террориста. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.